здравствуйте это канал максимадзе и сегодня я представлю вашему вниманию телефон sony ericsson cdr j108 ой sony ericsson j108 и также известный как sony ericsson cdr модель 2010 года выпуска собственно уже почти что на пороге развала этой компании sony ericsson потому что уже в 2012 году sony выкупила у шведов как бы этот бренд и объявила что далее телефоны будут выпускаться под брендом sony а как бы доля ericsson была окончательно прекращена разы расформированы и все прекратило существование ericsson а больше нет теперь есть sony собственно говоря этот телефон на был у моего дядя он купил его в том же 2010 году заменив свой предыдущий sony ericsson это был sony ericsson t610 я до сих пор помню он когда-то ходил с таким потом 2010 купил этот а этот отдал мне к сожалению это не тот экземплярчик тот не сохранился фиг знает куда где-то потерял а это а вот этот это все тот же экземплярчик который он купил который уже более 10 10 лет находится в коллекции у меня именно в таком состоянии он был именно в таком состоянии он и остался и собственно говоря на нем была очень крутая игра но и и покажу чуть позже и к сожалению где-то 2013 по моему году в телефоне случилась какая-то хрень с прошивкой там короче может вода попала не знаю ну короче при каждом включении короче сверху появлялась что как якобы в телефон воткнут наушники и в итоге звук не работал работал только если воткнуть наушники естественно таким телефоном пользоваться уже было невозможно и вот до этого года эта проблема так и оставалась до тех пор пока я не нашел способ перепрошить его собственно я его перепрошил наконец-то все теперь опять исправно работает перепрошить кстати было сложно программу найти но я сумел все-таки найти значит у дяди был вот такой сони эриксон а у тети у его будущей жены на тот момент был вот такой сони эриксон элм это то это тоже ее экземплярчик который у меня остался к сожалению он помер вот я его один раз как-то включил он включился нормально все запустилось но что-то я почувствовал какой-то запах извлек батарейку смотрю батарейка поплавилась и вот эти контакты подплавились батарейку все как бы в коробку для сдачи пункта приема все это батарейка уже не годится ну и я пробовал сюда вставлять другую больше не включается вообще ни разу больше после этого не включился короче сдох телефончик этот каким-то образом поэтому я купил на алиэкспрессе j10i элма на алиэкспрессе вот такой вот в серебристо-черном цвете мужском такой я хотел я его собственно купил он до сих пор исправно работает и все дела он нам еще пригодится в этом обзоре ну а так мы будем рассматривать именно цедр именно цедр короче дядя у меня какое-то время потом этим пользовался потому что тетя перешла на смартфоны и он пользовался этим потому что он долго лежал батарейка но долго такой продать продолжаться не могло где-то в 2017 году он тоже перешел на смартфоны а этот телефон лежал у меня все это время пока вот я его не перепрошил давайте собственно говоря рассмотрим его внешний вид дизайн довольно таки стильный неплохой есть три варианта расцветки это вот кла это классический черный серебристым есть черный с красным различие у них только в цепи в цвете крышки не и ни в чем другом передней части абсолютно идентичны и на мой взгляд серебристый выглядит лучше чем красный и есть еще редкая версия это с белой панелью и за розовой крышкой этот цвет не наименем меньше все паралл но девочкам наверное зайдет значит здесь уже нету таких кнопок как кнопка назад вот стрелочка такая была и вот кнопка c кнопка c есть чтобы стирать но вот кнопки назад уже нет здесь здесь как у всех нормальных телефонов присутствует клавиши вызов сброс собственно это клавиши стереть как я уже сказал это клавиша для сервисных нужд для вызова быстрого меню ну и стандартные цифровые клавиши функциональные клавиши здесь также клавиши регулировка громкости здесь вверх правда нажимается с очень большим трудом и если элм элм тоже 2010 года выпуска здесь и тот же фирменный суньериксоновский разъем фастпорт то вот здесь уже здесь наконец-то появился разъем микро юсб и три с половиной миллиметров джек под наушники стало наконец-то удобно собственно по внешнему виду классический моноблок полностью выполнен из довольно качественного пластика длина и корпуса 111 миллиметров ширина 49 миллиметров и толщина 15 с половиной миллиметров весит вместе с аккумулятором 84 грамма собственно говоря встроенные памяти в этом телефоне 280 мегабайт это очень солидное хранилище прям вот очень солидный объем встроенной памяти но даже если это вам вам будет мало можно встраивать сюда карту памяти до 16 гигабайт давайте откроем заднюю крышку и посмотрим как он выглядит внутри ой господи ты боже мой ну открывайся карта памяти вставляется вот сюда до 16 гигабайт она мне тут вставлена даже есть карта памяти и собственно говоря 32 гигабайта и выше телефонная карта памяти не читает не видит сам пробовал уже собственно есть камера разрешением в 2 мегапикселя и автофокуса нету аккумулятор здесь вот такой вот насколько миллиампер честно говоря не знаю тут что-то не написано но я полагаю что а вот 1000 миллиампер поглядел я 1000 миллиампера sim карты здесь поддерживается одна сделано в китае короче в принципе учитывая что здесь micro usb хотя сейчас разъем уже тайп си у нас основной разъем под наушники в принципе этим телефоном можно пользоваться и в нынешние времена в принципе набор функций у него довольно солидный но поэтому мы еще с вами пройдемся собственно держит в режиме разговора где-то примерно 12 часов что очень даже неплохо а в режиме ожидания где-то 420 часов примерно давайте его включим включается вот так на красную кнопку обычно на более старых sony ericsson ход в том же т610 кнопочка как и где-нибудь сверху находилась или где-нибудь еще каких-то местах вот была например раскладушка у бабушки мои по материнской линии z320i и там короче кнопка включения была совмещена с кнопкой c да кстати этот телефон выходит в линейку greenheart таких телефонов из этой линейки много но моей жизни было таких два как уже наверное поняли собственно вот так вот выглядит главный экран принципе сама начиночка здесь выглядит очень похоже как у старых sony ericsson of более старых это такой такой же такая же батарейка вот здесь сеть даты и время везде тут указаны собственно вот будет доступ быстрому меню здесь можно задать ссылочки свои собственные после перепрошивки здесь произошел полный сброс я заранее заводские файлы которые ну как вытащили не заводские а уже установленные файлы которые были не только мной но и моим дядей еще установлены закинулся в смартфон и потом после перепрошивки их обратно закинул сюда что от предыдущего владельца мы можем еще посмотреть единственное не осталось контактов контактов у него было очень много и кстати объем встроенных объема контактов здесь не ограничены можно сколько угодно значит вниз у нас открываются контакты я номера показывать на всякий случай не буду но как я уже сказал количество контактов здесь не ограничено блокируется вот так вот такой комбинации и разблокируется тоже вверх это вот такие вот закладки это не меняется вправо у меня стоят игры голоса сообщение влево надо будет что другое поставить есть мультимедиа вот такой доступ мультимедиа и искать это поиск тоже по закладкам перед давайте перейдем главное меню надо сначала вот эту вот эту клавишу если нажать то мы увидим состояние телефона модель j108i памяти телефона 200 200 и с хорейным еще свободно аккумулятор 36 процентов вот когда вот до недавнего времени включалась тут наушники отображались и звук не работал это это реально была проблема которую наконец-то удалось устранить какой-то глюк прошивки вот такое вот так вот выглядит главное меню такие вот такой вот дизайн иконочек собственно говоря последний дизайн на в sony ericsson sony иконок меню 12 иконок это play now интернет развлечения камера сообщение мультимедиа будильники и контакты календарь вызовы органайзеры и параметры play now это короче как бы выход в интернет sony ericsson вски где можно скачать приложение игры музыку всякие картинки сейчас он не функционирует потому что с у нее эпоха sony ericsson уже уже больше 10 лет как прошла есть просто интернет где мы можем браузер забить развлечения ну зачем давайте сообщений новое сообщение сеансы чата сообщение ходящие черновики переданы и отправлены и сохраненные переданы и ты есть отправлены чё я сказал то есть электронной почты есть вызваны вызвать голосую почту давайте посмотрим камеру камера здесь всего два мегапикселя без автофокуса видео съемка здесь поддерживается в разрешении 640 на 480 то есть и ноль три мегапикселя это выше чем более старых sony ericsson а потому что старые sony ericsson и снимали видео разрешение со со 176 на 144 это было вообще отстой так в принципе камера принципе очень даже неплохая вполне но автофокуса жаль нет вот кстати в элме камера на 5 мегапикселей но если тут автофокус ли нет я не помню чё то по моему есть хотя могу ошибаться там по крайней мере двойная кнопка здесь никак здесь никакой боковой кнопки для камеры нету давайте пройдемся только меню мультимедиа на это собственно говоря фотографии мы можем посмотреть через вот такую такое вот приложение музыка музыки и много потому что меня карта памяти стоит давайте не знаю что нибудь врубим чё у меня тут интересно ну-ка исполнитель давайте набиваю забьем а нет я выбрал чуть чуть тут можно еще вот так вот пролистывать можно искать по поиску по моему этой музыки авторских прав нету можно еще выбирать стиль как будет играть музыка и каждый из стилей действительно приколен вот пожалуйста тут название композиции пишется вот здесь мне больше нравится тот который вот только чтобы плане музыки телефон очень даже хорош также можно смотреть видео можно отсюда прям запускать игры новости так календарь календарь обычные самый простой контакты смотрели уже будильники можно ставить собственно будильников до пяти можно поставить это очень даже хорошо есть вызовы на данный момент списке вызов пусты органайзер это собственно приложение диспетчер файлов собственно по приложению у нас тут их много но мы их посмотрим чуть позже передача файлов задание заметки видео вызов видео вызов идет через эту камеру потому что здесь нет фронталки синхронизация таймер секундомер калькулятор параметры общие это профили профили вот столько здесь каждый можно настраивать есть еще режимы полета которые многие функции у нас блокируют и звуки пин-коды защита звуки и сигналы здесь кстати музыка играет громче чем если через файловый менеджер запускать вибро вызов сигналы сообщения вот есть ну и можно что-то из мелодии выбрать дисплей фоновый рисунок из темы можно режим ожидания включить компоновка меню значки поворот один знак есть еще под если тема поддерживает меню можно не выбрать вызовы быстрый набор интеллектуальный поиск даже ёшкин кот интеллектуальный поиск надо же как как до чего же дошел прогресс переадресация управление вызовами аудио устройства подключения здесь из модулей передачи файлов их порта здесь нет только bluetooth потому что их порт в то время уже как бы ушел в прошлое спорную справка собственно говоря руководство по использованию телефона развлечения есть радио работает исключительно с наушниками есть трек айди и всяких редакторов видео диджеев фото диджей мюзик диджей здесь уже нету но есть трек айди которые которые может распознать трек собственно говоря включается диктофона по включая музыку и он распозначит за трек но это как бы но это как бы интернет и поэтому за это спишутся бабки так что мы это делать не будем мы скорее всего кстати эта программа сейчас не работает да скорее всего определить место положения даже может тоже интернет требуется игры игры посмотрим потом давайте запись звука попробуем раз два три 4 5 это канал максимации мы проверяем диктофона суньерик суньерик неплохой принципе микрофон здесь есть возможность записывать телефонный разговор кстати очень удобно давайте зайдем теперь в диспетчер файлов альбом камеры здесь много всяких фотографий которые вот например это фотография из дома у меня в деревне очень старая фотография здесь телевизор стоит между окнами а сейчас он стоит вообще в другой стране это фотографии которые вот у них были а вот это кстати фу это фотка ли кстати nokia c 102 причем здесь телефон который мне на день рождения на 7 лет покупали и здесь он еще с пленкой с него даже пленочку не сняли у меня этот телефон до сих пор лежит вот он самый но он уже исцарапанный где-то следующая краска потертости но все еще работает но вот это как раз таки фотографии его сейчас были теперь звуки собственно говоря звуков здесь много файлы подкаст изначально пустая папка я сюда закачал несколько полифонических мелодий чтобы показать вам полифонию она здесь по-моему 40 тональный если не ошибаюсь а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не буду напрягать вам мозг Есть сигналы вызовов встроенные некоторые в формате М4А Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну и есть некоторые рентоны, которые, собственно, дядям моим еще были установлены А вот это уже встроенная Это звуки офиса, типа звуки ресторана Есть тут две вариации Соня Ирисовского стандартной темы Есть медийная, есть MP3-шная Раз, два, три, четыре Это запись наша, собственно Изображения Это всякие встроенные изображения Которые можно на рабочий стол ставить или куда-нибудь там на заставку Некоторые вот такого вот странного формата, которые подгружаются вот так Анимированные такие вот изображения Есть видео, есть три встроенных видео Это демо-ролик Полностью показывать не буду Можете на ютубе найти Такой ролик там есть Фэмили В этом видео, короче, снег в начале у нас И потом он быстро, короче, тает Вот так вот Ну и гринхерт, собственно говоря Демонстрация гринхерта Линейки Показывать тоже не буду Тоже можно на ютубе найти Без проблем Дальше темы Встроенных четыре темы здесь У нас сейчас стоит флоу Давайте поставим гринхерт Собственно говоря Вот такая вот темка гринхерт Такие вот анимированные обои здесь идут Следующие две темки у нас Меняют компоновку меню Быстренько прям-то подгрузилась еще Вот меню стало вот таким вот Необычным Но при этом в настройках Компоновки меню Можно поставить обычные иконки Мелодии То же самое, только немножко другой цвет Такой вот розоватенький На самом деле Самая лучшая тема Это конечно флоу Синий цвет больше всего подходит Но при этом можно Закачать сюда и кучу других тем Их в интернете найти В принципе труда большого не составит Интернет страницы Это сохраненные всякие закладки страницы А дальше игры Есть три встроенные игры Это Brick Breaker Bubble Town И Quadro Pop К сожалению удалить их нельзя Встроенные игры не удаляются Вот видите файл защищен И я кучу сюда игр других понакачал Потому что здесь очень хорошая Java Ява поддерживает очень много игр Собственно я планирую еще сюда понакачать Тем более встроенной памяти очень много Вот Brick Breaker Revolution Это вообще наверное самая моя любимая игра В жанре Arkanoid И на дядином Собственно на этом телефоне Когда еще дядя им пользовался Я очень частенько залипал в эту игру Когда помню один раз мы на хоккей вместе ходили Да да и короче Я там сидел залипал в эту игру Пока не посадил батарейку До сих пор помню Это очень давно было Больше 10 лет назад К сожалению Вот эта игра и Bubble Town Сейчас не запускается После перепрошивки Вот до перепрошивки она работала Сейчас не работает Потому что она требует регистрации игры И при попытке отправить сообщение Ничего не получается ни хрена Дядя наверное регистрировал что-то Что-то я там и она короче работала И к сожалению удалить ее нельзя Я бы мог бы сказать У меня есть скачанная версия из интернета Просто такая же Но я не могу ее поставить сюда Я не могу удалить эту и поставить ту К сожалению так сделать тут нельзя Придется смириться Bubble Town тоже самое абсолютно И еще когда до прошивки Она тоже не работала Регистрация не проходила Ну и Quadropop Собственно говоря Quadropop бесплатный Регистрация не требует Давайте я предлагаю Поиграть вот в эти игры через Elm Посмотрим что такое Brick Breaker Здесь встроена игра всего одна Это Quadropop тот же самый Вот собственно Brick Breaker Единственное отличие Здесь она без русского языка Там то русский язык был Режим революции Здесь несколько режимов имеется Есть режим революции Где надо проходить уровни вот так И каждый пятый уровень это босс На одном из четырех первых уровней Есть бонусный уровень В котором мы можем получить дополнительную жизнь Очень прикольная игра До сих пор иногда вот не рублюсь Классический режим Это 60 уровней плюс босс В котором надо уничтожить все блоки Тоже кстати проходил классический режим Режим тайм атак Это режим на время Потеря жизни приведет к минус 15 секунд А переход на следующий уровень Плюс 10 секунд И плюс 30 добавляется после прохождения каждого пятого Тоже прикольный режим Ну и бесконечный режим Это просто бесконечные как бы уровни И сколько мы сможем пройти Уложившуюся количество жизней своих Короче очень классная игра А вот бабл Я только что сюда закачал Я даже не знаю что он из себя представляет Давайте посмотрим Вот даже идет установка И ни разу не запускал Сейчас запускаю вместе с вами в первый раз Русского здесь к сожалению нету Придется поставить английский Вообще понятия не имею Что из себя представляет эта игра А это что-то типа это Вряд надо одинаковые выставлять Вот так вот стреляем И они вот так вот исчезают Прикольно И надо короче освободить все поле Я так понял Ну короче в принципе может быть тоже интересно Но квадропоп давайте взглянем уже здесь Здесь он работает Эта игра бесплатная Остальные игры показывать не буду Покажу только встроенные На соне Ericsson EW800AX Кстати есть Тоже встроенная игра квадропоп С точно такой же музычкой Но сама игра была Выглядела по другому Там не животных надо было Вот так вот собирать Четыре Вот когда их четыре Встроечку встают Они исчезают И так надо делать до того момента Пока не заполнится весь экран Короче это что-то типа Тетрис Есть кстати Brick Breaker Revolution 2 Из той же серии Но она правда игрушка Немного Какая-то совсем другая Как будто Но тем не менее Разработчики те же А вот есть еще 3D Brick Breaker Revolution И 3D Brick Breaker Revolution 2 Это Это как бы тот же Brick Breaker Revolution Вот этот вот Только В 3D Ну а так Там такая же музычка Такие же особенности По приложениям Давайте посмотрим Что по приложениям у нас Тут Из карты памяти Папки всякие Приложений здесь Очень много Это видимо Смотреть по году Я все показывать не буду Чекбук какой-то Ютубчик есть Я ни разу так Я не смог его запустить К сожалению Но можно было Видимо в те годы Смотреть ютуб через это приложение Вот Экумейт Это такая вот Штучка интересная Жаль в ней нет русского языка Так Во первых Убираем Нашего ведущего Так называемого Выбираем панду Мне больше нравится панда Ну короче Это что-то типа Игры Можно сказать Здесь Нам задают вопросы На которые нам надо ответить К сожалению Все на английском языке Русского нету Сколько деревьев Надо Для СО2 Для нормальной Жизни В машине Я Сколько Сколько влезет что ли Я понятия не имею Давайте 20 Попробуем ответить Я угадал Это верный ответ Я наугад Если честно сказал Сколько Терм Каброн Вообще Я опять ничего не понял Давайте первый просто ответим Нет Это неверный Правильный был Вот этот Я и я Это что такое Здесь Чипятом Что-то там Ну не знаю Ничего Не понимаю С этим английским Такое вот приложение Другие приложения Запускать не буду Я думаю У них мало Очень интересного К сожалению Удалить их тоже нельзя Ну и прочее Это то что там Вы уже понапихаете Ну другое Собственно Такой вот Телефончик В принципе Вроде все посмотрели Довольно таки Впечатляющая модель Давайте теперь отключим Очень хороший телефон Для 2010 года В принципе С таким Можно и ходить И в наши дни В принципе Если кому-то Нужен телефон Для звонков Который будет нормально Держать батарею То вот В принципе Нормальное решение Ну и можно Слушать музыку Я в принципе На самом деле Как делаю У меня Современный Смартфон Имеется Xiaomi Mi 8 Lite Вот этот Уже кстати Довольно Далеко не новый Но до сих пор Меня устраивает А звоню С кнопочного Телефона Потому что Со смартфона Только захожу В интернете Звоню С кнопочного Часто меняю их Одним попользуюсь Другой Вставлю сим-карту Чтобы ощущения Разные Испытывать Впрочем Дело не только В моей любви К телефонам Еще в моем Смартфоне Нельзя Ставить одновременно Две сим-карты И карту памяти Там разъем Под вторую сим-карту И карту памяти Совмещенный То есть Там можно Только Если нужна Карта памяти То только Одну сим-карту Можно поставить Если хотите Поставить две сим-карты Вы не сможете Поставить туда Карту памяти А мне нужна Карта памяти И мне нужна Одна сим-карта Для звонков Одна для захода В интернет Поэтому для звонков Сим-карту я вставляю В кнопочный телефон И звоню с него Меня все устраивает Вполне Надеюсь Вы меня поймете Ну а на сегодня Все Такое вот Был у нас На обзоре Sony Ericsson J108 iCedr С вас Подписывайтесь С меня Пишем Видосы Подписывайтесь На мой Стримовский Канал Влога Канал Ставодиру Вконтакте И всем Пока Субтитры 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 Субтитры